Ну что, чем закончили этот разговор? Вот я там был наивный, пока все было нормально, в те годы было нормально, более-менее. Что это делается так? Позвонил себе, даже не пошел. Что, нет посылки до сих пор? Уже еще недели нет. Так, ну-ка, звоните ему скул, узнавайте, дядя. Оказывается, мы не обязаны, вы обязаны. Нервы не удерживают. Начинаю названивать на горячую линию. 10 минут слушать такую музыку, что вся душа перевернулась. Как поможешься говорить? Наросли ведь такую музыку сами, чтобы отучить и жаловаться. Второй раз 20 минут, третий раз 30 минут. Приходит помощница, говорит, я выдержу. Работает, мурлыкает, 50 минут дозвонилась. Час искала повод отказать. Час. И кто записал? Это и сюда, и туда. Лишь бы не работать. Только это же видно было. Вот как жалко, что не записал. За это вонять она тут же. Но как она аккурат, как вежливо. Извините за этого я сейчас проконсультирую. Извините то. Вот. И через 50 минут она говорит, вы не с того телефона говорили. Начните сначала. Вот. Нажрался валю доллар, валю сначала. Опять та же самая музыка. Но вот вторая дама вот эта, она была более корректная. Вот. Только что опять то же самое. То же самое. Я говорю, передайте начальству. Ведь я же позорю вашу ЭМС. Вот. По-моему, все по барабану. Все, друзья. Крик души. Вот. Зайкосочки не боюсь. Когда-то, может, все-таки придет посылка. Но черепи так жалко. Так жалко. Ведь это же на вес золота. Вы когда-то, как держали, абрикос весит 100 грамм. Возьмите 6, 206 яблок. 6. Увидите, что килограмм поделить на 6. Получается там 150 цента грамм. Возьмите в руку это яблоко и представьте себе вот такой вот абрикос. Я держал такой в руке. Только на Украине. Вот. А это вторая попытка. Ну что, друзья, давайте расставаться. Но только на сегодня. Мы встретим Новый год. Новый год у меня отравлен. Потому что даже сейчас, даже сейчас, сегодня, то же самое и творится. Сейчас прошло с 18 до 29 числа. Сколько дней? Кто-то считать умеет. А? А она? 19-го, Брянский. Когда я об этом сообщил, тем, тем, тем. Ну что, зачем надо было вот это вот самое? Зачем надо было мотать нервы? Все узнавать. Сейчас неправильно какую-нибудь букву по-английски. Мои электронные адреси. Ответы никогда не получил уже. В Чехоте они хотели. Звонить не буду. Извиняться не буду. Вот. Вот это объяснить. Ну только, только я им выслал эту МС. Вот это вот сам. Только выслал. Только открыли вот это. Караул. Мы позоримся. Перед всей страной позоримся. Оказывается, где-то она застряла в Брянске. А потом говорят, нету она в Москве. А пойди проверь, когда вот она. Почему Москва не пишет, что пришло? Вот так вот, друзья. Это современная почта. Да, больше МС обращаться не будет. Мезетного не будет. И все, кто вы слышали, не будет. И мой совет. За вот это отношение, что за полторы недели дошло только из Брянска до... И за деление связи дошло только до сортировки до Брянска за две недели. На хрен нам нужна такая почта? Передавайте от одного к другому. Мы все завязываем друг с другом. И дело не только в Новом Годе. Написать-то можно, где она? После первого звонка найти ее можно, если сказали, что она бесценная. Кусочки вот эти. Вот. Это миллионы долларов. Понимаете? Миллионы долларов. Никто никогда, ни один из тут, за них не заплатят ни миллионы долларов. Это понятно. Поэтому мы ее по пять, по десять распространяем. Вот. Ни миллионы долларов. За них тысячу рублей не задают. Они скажут, что у нас финансов нет. Вот такой ответ будет. Вот так вот. Высказался. Знаете, почему? Я сегодня, я всегда говорю правду. Ночью я упал, потерял сознание. Вот. Потом очнулся сам, дополз до кровати. Утром у меня оказалось семьдесят на пятьдесят. Это что, покойник я был? Живой? Сейчас полегче. Восемьдесят на шестьдесят. Вот. А вот когда я сейчас этот фильм выпущу, будет где-нибудь уже сто на восемьдесят. Это значит мое спасение. Промолчу, меня нету. Я не шучу. Я клянусь Богом, что ночью я упал и лежал без сознания в темноте. Вот. Помогло и в том числе и вот эта вот посылка. Все эти дни. Это была дикая, страшная нервотрёвка. Это было издевательство надо мной, над Мизином. Он прошёл то же самое, как я. Только лишь бы от футболи. Только бы не искать. Любой повод. Любой. И я перед вами извиняюсь только потому, что вот эту вот информацию всё-таки довёл. Вот. Когда-то придут, я всё-таки разошлёв. Не придут вернуть деньги. Но потери будут дикие, если она потеряется. Дикие. Я бы из принципа, если бы в нашей стране был бы нормальный руководитель, вроде бы президент Академии наук, не я, а он бы по своему каналу затребовал бы, чтобы потерю вот эту засчитали за миллион долларом. Сказал бы ещё и мало. А потом бы взял бы на учёт Мезиновские Абрикова, Персики. Вот. Афтерские персики, односкорные персики, вот, несколько десятков ещё человек по всей России, каждое дерево взять на учёт. Неукрованные, средняя полоса России. Да такие урожаи, не виданы, не слыханы. Ну ладно, докончу тогда так. Итак, мне присылают, я не могу сейчас зайти на отцам, знаете почему? Там свежее письмо. Письмо от человека, который вырастил персики. Вот. Ну, причём, ладно, не на Украине, не на Руси. Он их вырастил в Калининградской области, то есть в России. Вот. И вот эти слова, они как подчёркивают, он стоит у себя прекрасного дерева. Вот такие персики. Вот. Там не написано, то есть он не сказал там, все, саженцы, кажется даже сельсом, кажется. Борис давай. И он сказал, а вот саженцы, нет не саженцы, персики, морозостойкость, ну, назвал Польшу, ещё где-то там, сказал, у них 15-18 градусов. И что же он скажет про соль, он сказал, а она сюда до 23 выдерживает. А у него интересно ещё, рядом дом явно отапливаемый. Вот так всё дерево, с прекрасной персикой, прижата к дому, скорее всего, это северная сторона, или может быть восточная, нет, или северная, или с западной стороны, прокрыт дом. Дом под нищей топится, и он сказал, что выдерживает 23 градуса. Извините, с ним можно было бы работать, если бы перенести их на северские подвои, можно было бы увеличить морозостойкость, до 30-35. Но он что, что сказал, то сказал, до 23. 21-23. Вы представляете, ценность вот этих, которые у меня неукрытыми, выдерживали морозы до 40 градусов. Пропускали урожай, подмерзали, а бывал ещё и не это самое, и не подмерзали. Вот это чудо, это всё зависит, это для меня это потеря, нет, не последний год живём. И Мезиновский, конечно, не это, это дерево, на следующий год даст урожай. Но если бы я не снял этот фильм, если бы так не высказался, у меня сейчас было бы уже не 70 на 50, а догадайте сколько, ровно ноль. Меня спасло только вот это, всё утро до обеда, нервотрёпка дичайшая. Вот эти разговоры с людьми, которым нужно одно, только бы отстал, только бы найти причину, чтобы отстал. Вот. И только уже последнее, нет, обращайтесь в курецкую службу. Я говорю, да они же меня к вам послали. Нет, обращайтесь к этому, уже не в курецкую, а просто в почтовую службу. Да они меня к вам послали. И сказать ей нечего. А вы меня куда сейчас пошлите? И вот так вот мы и живём. И всё от нашего здоровья, нашей страны, во многом мы мало живём, мы рано умираем, во многом зависит от этого всего. Когда эта дама, в свою очередь, в другом месте столкнулся с хамством, с которой я сейчас разговаривал, особенно та, которая перед ней была, которая нашла повод, не с того телефона позвонил, всю информацию собрать. Всю, 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 всю. Только не спросил, а это самое, писался я в пелёнках или не писался. Вот только это самое, забыл спросить. Чтобы потом сказать, не с того телефона, и всё, я скучился. Перед ней вся информация, вот она, пожалуйста, это самое, берите, пользуйтесь. Вот видно же, сайт-то ваш, не мой. Сайт ЕМС. Фух. Ну, теперь я ещё немного прожил. Отпустил немного. Всё-таки 80 на 60, это уже отступил от инфаркта. И будем надеяться, что я вам разошлю и почти вовремя. До свидания, друзья. Ещё раз, простите меня за предновогоднее такое поздравление. Это нас так во ЕМС поздравило. Это я ни при чём. Молчать я не мог. Меня уже, где посылка, где посылка. Знаете, как отбиваться сейчас? Хорошо, пока 15 человек. А что мне делать сейчас, 16-й, этот самый, напишет, хочу персики, отказать ему? Сказать, что где-то застряли, и всё, теряю клиента я. Мизина теряет. Мы же пополам работаем. А человек теряет бесценные косточки. Стоит мне только начать мычать, и кто мне верить будет? Да вот, понимаете, вышли из Брянска, так Брянска где-то и лежат на пересылке. Всё, хватит, до свидания. Вот, остановить трансзапись. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова